Приветствую тебя на канале Химикар Софт. И сегодня речь пойдет о пневмотормозе на поршне. Данный набор я заказал в мастерской Рубеж 52. Заказал вместе с головой цилиндра, потому что голова цилиндра, который есть у меня, может не подойти под пневмотормоз. Но перед тем, как мы приступим к установке данного поршня, давайте проведем некоторые замеры с тем поршнем, который сейчас у меня уже стоит. Замеры производятся шаром 048 БЛС. Как видно, все красиво по троечку джоулей с небольшим запасом. В поршне у меня установлен средне-тяжелый, весом 57 грамм. Но как изменится выхлоп при использовании поршня с пневмотормозом, который к тому же еще и весит 71 грамм? У меня было предположение, что я получу овертюн. Узнаем на деле. Но перед этим давайте обратимся немного к теории. Как вы уже могли догадаться, основную роль здесь играет штифт, который находится на окончании поршня. Попадая в канал нозла, создается противодействующее давление, направленное на поршень, что и вызывает его торможение. У обычного, традиционного поршня, без пневмотормоза, такое давление создается в меньшей степени, поэтому и торможение происходит более резко. Соответственно, звук удара демпферу не должен быть разный. Важно отметить, что эффект проявляется только при наличии шара в резинке хопапа, который позволяет получить это самое давление. Как вы уже могли догадаться, звук удара пневмотормоза получается тише, ну или как минимум более глухим. То есть обрезаются высокие частоты, которые происходят от флёсткого удара о демпфер. Это позволяет немного уменьшить звук вашего выстрела. Но лучше всего этот эффект проявляется ещё и при наличии хорошо собранного глушителя, потому что глушитель доедает остальные частоты, которые могут выдать вашу позицию. Сочетание этих особенностей могут позволить существенно снизить звук вашего выстрела. Как я упоминал раньше, потребовалось заказать ещё и специальную голую цилиндру, подготовленную под использование с пневмотормозом. Ведь если неправильно просчитать внутренний диаметр нозла, и даже диаметр самого пневмотормоза и его длину, можно получить на выходе очень причудливые результаты по выхлопу. Он может просесть аж до 60 метров в секунду, поэтому каждый сантиметр длины пневмотормоза критичен и играет очень важную роль. Кроме того, если вы, как и я, раньше использовали другой поршень, то я рекомендую вам снять с него компрессионное кольцо и поставить на новый поршень именно то компрессионное кольцо, которое вы использовали ранее. Если, конечно, это кольцо нормально сохраняло компрессию внутри цилиндра. Вкратце объясню почему. Старое кольцо уже притёрто внутри вашего цилиндра. Новое кольцо на несколько сотых миллиметров может быть больше, чем то, которое вы использовали. Соответственно, поршень на своём пути встретит больше сопротивления, и это может сказаться на уменьшении скорости вылета вашего шара. Но данное утверждение работает не всегда, поэтому поиграйтесь с кольцами и посмотрите, в каком из вариантов будет лучше выхлоп. Но мы вернёмся к нашему пневмотормозу. Как видите, показания немного ниже, чем на предыдущем варианте поршня. Это связано как раз таки с торможением. И это нормально. Выхлоп сильно не скачет в пределах одного метра в секунду. Поэтому данный вариант я, пожалуй, оставлю и попробую его в игре. А на этом у меня всё. Спасибо за просмотр. Я с вами прощаюсь. Увидимся в прицеле. Субтитры подогнал «Симон»